Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 14 ноября, вторник, и сегодня мы с вами поговорим действительно о важнейших вопросах, которые касаются безопасности Украины и ее, скажем так, ближайшее будущее. Но начнем, наверное, с вопроса, который всех вас волнует, интересует, потому что я уже получил массу запросов, прокомментируйте визит Ермака в Вашингтон. Ну, давайте с этого и начнем. Что это было? В Вашингтон приехала очень серьезная делегация во главе с первым вице-премьером правительства Украины Юлией Свириденко. Вопросы, которые она должна решать, чрезвычайно важны для Украины. Самый наболевший, самый острый вопрос, не менее важный, чем ситуация на поле боя. Это вопрос с вливаниями, денежными вливаниями со стороны США и Евросоюза в бюджет Украины. Бюджетная помощь. Дырка в бюджете Украины составляет примерно 35 миллиардов долларов. Видимо, она даже несколько выше. Из них то, что предлагает, вернее, уже обещал Евросоюз, составляет примерно одну треть. Но опять-таки, цифры там весьма подвижны в зависимости от того, кто пишет, но тем не менее. Соединенные Штаты пока запросили у Конгресса что-то около 11,8 миллиарда. То есть дыра еще очень большая. И это колоссальная проблема, потому что если эту дыру не закрыть, то может произойти экономический обвал. Придется прекратить выдачу зарплат, пенсии, зарплат служащим государству на сектор. Может пройти вообще обвал экономики. И тогда может произойти то, что с Германией произошло в Первую мировую войну. На поле боя вроде ничего, экономика страны в это время рухнула, революция и все. То есть это вопрос жизни и смерти. И вот она приехала это решать. Помимо этого, инвестиции в оборонную промышленность, которую надо фактически создавать заново в Украине в связи с разрушениями. Затем в энергетическую. Короче говоря, это вопросы экономического существования страны. Ну и в последнюю минуту на подножку у летающего самолета вскочил Андрей Ермак. Произошло это, напомню, вскоре после того, как Вашингтон-Пост написала о том, что он подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации. До этого, видно было, он уже паниковал. Поэтому, как я себе представляю, да, кстати, он туда вскочил в самолет в качестве туриста. Потому что, мне здесь подтвердили в Вашингтоне, он не был изначально включен в делегацию Юлии Сверденко ни в каком качестве. То есть он вскочил туда в качестве туриста, пока он летел в Вашингтон, там уже как-то так немножко преобразовали, он стал рядовым членом делегации. Я считаю, если охарактеризовать цель этого Демарша, этого визита Ермака, это, ну вот, называется в Вашингтоне, это photo opportunity. Или же это еще называется фотосессия. То есть ему надо было сфотографироваться, пожать руки для внутренней аудитории. То есть он поехал в Вашингтон для внутренней аудитории, чтобы показать, что его здесь не арестовывают, а даже жмут руки. Ну и это произвело такой некий сумбур, что ли, в государственных органах, органах власти Соединенных Штатов и прежде всего внешнеполитических учреждений. Так, буквально утром, день приземления, то есть это вчера было, да, в Госдепартаменте на 9.30 было запланировано начало встречи госсекретаря Блинкина и представителями Госдепартамента с украинской делегацией, которую, повторяю, возглавляла Юлия Свериденко, хотя не по чину и не по дипломатическому правопротоколу. Ермак грузно водрузил свое крупное тело прямо посередине стола, отодвинув Юлию Свериденко в сторону налево. Это было не по протоколу и, вообще-то, так сказать, не по-джентльменски, но бог с ним. Короче говоря, на 9.30 определено начало встречи. И в это время есть такая организация, которая называется «Служба распространения видеоинформации по оборонным вопросам». Это такая компания, которая делает веб-касты, то есть трансляцию по интернету важнейших событий, ну, не самых важных, но вообще таких серьезных мероприятий в Пентагоне, в Госдепартаменте и рядом других серьезных госучреждений Соединенных Штатов Америки. Вот там, значит, был запланирован этот веб-каст с этой встречи. И потом происходит это в 9.20, за 10 минут до начала, сообщение «Это мероприятие было отменено, пожалуйста, свяжитесь с нами для дальнейшей информации». Вот так это все начиналось. Тони Блинкен, да потом, когда некоторые средства, их было немного, которые освещали визит Ермака, Так вот, там, значит, особо подчеркивалось, что встреча произошла в ходе короткого, ключевое слово, краткого или короткого, короткого остановки, краткой остановки Тони Блинкена по пути с Ближнего Востока, где он провел большое количество времени в последнее время, в Сан-Франциско, когда он летел на сессию Ассоциации Сотрудничества Тихоокеанского бассейна. Ну и очень короткий, да, если это уже настолько короткий, что даже это отмечают в информационных сообщениях. Тони, видимо, зашел в Госдепартамент для того, чтобы поменять рубашки и носки. Ну, а там Ермак. И вот, видимо, состоялась эта встреча. Сколько, как она состоялась, в каком формате, это вопрос десятый, потому что, ну вот, было отменено, отменена трансляция этого мероприятия, вообще, все, закрыто, его не будет. Но, видимо, как-то оно произошло, в каком формате сказать трудно, видимо, более, еще в более коротком, чем планировалось. Но самое главное, состоялось. Там были сделаны фотографии. Ермак, Стони, общий стол, где все сидят там, улыбаются, позируют фотографу. Должен заметить, что вот те все фотографии, которые, я уверен, уже циркулируют благодаря троллеферме Ермака в Украине, эти все фотографии были сделаны, я думаю, скорее всего, лоббистами Ермака, которые посылали своих фотографов, потому что я не видел пока ни одной фотографии, сделанной каким-нибудь серьезным СМИ Соединенных Штатов. Или, скажем, официальная фотография фотографий, там, Белого дома или Госдепартамента, они отсутствуют. Все это сделано, то есть Ермак притащил фотографов с собой, и это была главная цель. После этого, об этой встрече, она даже не была зафиксирована, там вот список был, что происходило в этот день, она даже достаточно длительное время даже не фигурировала в списке того, что уже свершилось. То, что планировалось, там было, а вот то, что свершилось, не было. И, наконец, где-то в 8 часов вечера, то есть по окончании уже рабочего дня, она была достаточно рано утром, появилось небольшое сообщение со ссылкой на представителя официального Мэтью Миллера, который сообщил, что госпиталь Блинкин встретился с руководителем офиса Ермаком, они обсудили. Ну и дальше вот все, что пошло, то есть обсудили, по сути дела, два вопроса, которые потом пошли по остальным средствам массовой информации. Вопрос подготовки к зиме Тони сказал, мы вам поможем. Ну и вопросы противоракетной обороны, противовоздушной обороны, потому что ожидаются варварские налеты, удары с неба представителей Мордора. В общем, по всем вопросам Тони сказал, мы с вами, мы вас поддерживаем. В ответ, в ответ вот интересно, Ермак, как потом писали, это уже не официальное заявление, а потом писали несколько средств массовой информации, Ермак поблагодарил, вот все, что Ермак сказал, он поблагодарил Тони Блинкина, точка. А потом, когда уже закончилась эта встреча, он через твиттер поблагодарил, простите, простите, он через твиттер поблагодарил, то есть во время встречи у него не оказалось времени поблагодарить, видимо, настолько она была скомкана. Но зато во время встречи он поблагодарил Тони за то, что он сделал приятное Украине. Оказывается, во время праздника Хэллоуина, который прошел вот так до недели-две назад уже, я помню, дети Блинкина на празднестве этого события в Белом доме, дочь пришла в костюмчике в цветах украинского флага, сын пришел в этой робе, которую сейчас носит в эти дни, Владимир Зеленский. Вот что сказал, судя по первым сообщениям, Ермак, то есть первый поблагодарил за детей, а второй уже в твиттере поблагодарил Тони Блинкина за поддержку там и так далее. Затем, и вот отчет, вот этот, собственно говоря, краткое сообщение буквально в одном параграфе представителя Госдепартамента, оно было размещено часов 8 вечера уже. Как сообщают украинские СМИ, мне прислали некоторые ссылки, Тони Блинкина, вернее, простите, Ермак также встретился с Салливаном. Но с Салливаном еще более скоротечная история была. Салливан имел встречу с помощниками глав государств национальной безопасности Германии, Франции, Великобритании. И вот туда нагрянул Ермак. То ли в туалет он там по пути заскочил, то ли Бог его знает. Короче говоря, ему пожали руки, похлопали по плечу, сфотографировали, что самое важное. И потом, потом, то есть Белый дом, вот до сих пор я пока не нашел, чтобы он сделал хоть какое-то упоминание о этой встрече. То есть там не шла речь о каких-то переговорах, как не шла речь о переговорах в Госдепартаменте. Там было Тони Блинкин Мэтт, встретил то же самое, Салливан встретил, ну, проходя по коридорам, встретил Ермака. Но были сделаны, было сделано главные фотографии, которые сейчас зрители в Украине имеют счастье наблюдать. После встреч в Госдепартаменте, то есть с утра, Юлия Свириденко со своей командой, она поехала заниматься делом. То есть она встречалась с теми, с компетентными, скажем так, профильными американскими агентствами, ведомствами, от которых зависит решение тех вопросов, которые она приехала решать. То есть встречаются профессионалы с профессионалами. Ермак пошел, ну, то, что ему, видимо, в последнюю минуту успели организовать его лоббисты. Он зашел в институт, Гудзоновский институт или Хадсон институт, солидная организация, я там лично дважды выступал. Затем он повстречался с отобранными, я думаю, тщательно отобранными посольством, представителями украинской диаспоры, а также татароязычной украинской диаспоры в Соединенных Штатах и с представителями израильской диаспоры. Да я думаю, что, конечно, встреча с украинзичными, татароязычными прошла в теплой дружеской обстановке, чего не могу представить по поводу встречи с израильским лобби и израильскими общественными, там, религиозными кругами. Потому как вот эта встреча состоялась после того, как совсем недавно, несколько дней назад, Украина вместе с Россией проголосовала в Организации Объединенных Наций по резолюции против осуждающей Израиль. Израиль считает все эти резолюции антисемитскими, не просто антиизраильскими, а антисемитскими. Ну, вот Украина проголосовала в который раз вместе с агрессором Рашей против своего, ну, по сути дела, союзника по совместной борьбе. Скажи мне, кто твой враг? Твой враг – это наш враг. Ну, и думаю, что по этому поводу вряд ли Ермак мог достигнуть взаимопонимания. Я понимаю, что тут есть тонкие вопросы международного права, суверенитета над конкретными территориями, перед которыми, перед этими вопросами стоит Израиль. Эти вопросы сейчас возникли для Украины в связи с тем, что часть этих некоторых территорий аннексированы врагом. Все это сложные вопросы, нет слова. Могут быть и противоречия между Израилем и Украиной, но учитывая, но это стратегические задачи. Для этой стратегии еще надо дожить, надо решить тактические задачи. Тактические сейчас – это поле боя, это оружие, это помощь. А сейчас так получается, что помощь Израилю, помощь Украине, она как-то движется параллельно, а желательно, чтобы они шли в одном русле. То есть, помощь Израиле, лобби, вот так нужно сейчас Украине. Поэтому, ну окей, можно было в кораннем случае нажать на кнопку «Воздержался», но было принято решение нажать на кнопку «Против Израиля», вместе, повторяю, с Россией. И это, насколько я слышал от представителей некоторых израильских кругов здесь, в Соединенных Штатах Америки, это их потрясло, особенно в связи с теми с началом войны Израиля против Хамаса. Но что еще было, значит, да, дал он интервью, я имею в виду Ермак, дал интервью Фокс, каналу Фокс. Лучше бы он его не давал. Вообще, вот его выступление перед каналом Фокс, кстати сказать, это единственный телеканал, который пригласил Ермака. Дал ему высказаться. Республиканский, очень важный, потому что это, ну, поддерживают республиканцев. Это те люди, которые сейчас не то что тормозят, они саботируют принятие пакета помощи Украине. Чрезвычайно важное выступление. И тут или надо идеально подготовиться, или не надо там появляться вообще. Ну, Ермак выбрал третий путь. Он выступил, ну, я считаю, с провальным, провальным, с провальным. Ну, это не речь была, это ответы на вопросы. Что прояснилось? Прояснилось, что он, ну, во-первых, я вот смотрел его днями буквально, смотрел его интервью Масейчук и понял, что он не оратор. Это даже, когда он говорит на своем родном языке. Глазки бегают, мысль виляет. Ну, в общем, не оратор, мягко скажем. А на чужом языке, на иностранном, это вообще провал, потому что оказалось, что Ермак владеет английским хуже, значительно хуже, чем Зеленский. Ну, так вот, слабая троечка в какой-нибудь дальнем селе путается, то есть грамматика для него вообще не существует, единственное множественное число тоже гуляют, как коты на свободе. Короче, и оля, вот когда его слушаешь, трудно понять, о чем он говорит. Это набор слов, очень плохо соединенных друг с другом, нарушение элементарных правил грамматики. И это было, вот, ну, судите сами, несколько перл, поделюсь с некоторыми. Задают ему вопрос ведущий, кстати, известный ведущий, он говорил с расположением, так по большому счету, дружески, это не был какой-то там враждебный допрос. Но он спрашивает, вот говорят, что деньги где-то там транжирятся, республиканские законодатели, что вы можете об этом сказать? Ответ, вот я буквально переведу, американский налогоплательщик может, и дальше это два слова можно переводить так, сидеть спокойно, все под контролем, или отдыхать тихо, все под контролем. Ну, вот так вот примерно. Вот, по сути дела, ответ на этот вопрос. Следующий вопрос, а как у вас там насчет коррупции? Многие вот говорят, что большая проблема, и поэтому проблема с помощью. Ответ. Вот тут недавно Европейская комиссия сказала, что готова начать с Украины переговоры о вступлении Украины в ЕС. И это абсолютная гарантия того, что у нас нет никакой коррупции. Ну, то есть я повторяю так мягко, лучше бы он вообще не давал этого интервью. Вообще, по большому счету скажу, я не представляю, что он и как говорил в Гудзоновском институте на этот раз, но я слышал одно из его выступлений в Атлантическом совете. Ему надо говорить с переводчиком. Лучше, реально будет, нечего стесняться. Если он хочет, чтобы дошли какие-то мысли, связанные до американской аудитории, надо не стесняться говорить с переводчиком, особенно, когда долго приходится говорить. Иначе это абра-кадабра, набор слов, мычание, междометие там и так далее. К вечеру же, по поводу его так называемых переговоров, не переговоров, а встреч, в Госдепартаменте, в Белом Доме вообще, то есть если в Госдепе к вечеру официально появилось какое-то сообщение, то в Белом Доме полностью это было проигнорировано. его заход туда появилось несколько сообщений, автором которых стало агентство Франц Пресс, которым отмечалось, что в ходе своей короткой остановки в Вашингтоне Тони Блинкин между поездкой на Ближний Восток и в Сан-Франциско, ну, как говорил Жванецкий, пролетая над Череповцом, Тони Блинкин встретился с Ермаком и сказал Ермаку о тех шагах, которые мы должны предпринять вместе с Украиной для того, чтобы укрепить нашу инфраструктуру в ходе приближающейся зиме. Отмечается, что Ермак в Твиттере, видимо, не было времени в ходе переговоров, поблагодарил Тони Блинкина за это, ну и потом поблагодарил опять его детей. С этой же статьей с перепечаткой выступило такое издание, как Алла Рабия. Ну, буквально слово в слово. Вот, собственно говоря, и всё, что прозвучало. Крупные СМИ Соединённых Штатов практически проигнорировали это событие. Фотографии, которые сейчас, уверен, циркулируют в Украине, сделаны, скорее всего, лоббистами. Тут даже, знаете, одно из средств массовой информации, по-моему, это был Ньюзуик, который напечатал, а нет, это был Блумберг, которые на основании сообщения о Жан-С Франс Пресс и потом позже появившегося официального сообщения Миллера склепали свою историю. И Ньюзуик тоже самое, и хотели найти фотографию, и нашли фотографию, которая была сделана пару лет назад. Там чёрный фон стоит посередине окружённой толпой, потерянный какой-то ермак, а вокруг ходят люди, которые не обращают на него никакого внимания. То есть, ну, не было, не было средств массовой информации США, которые сделали бы свежие подарки. Извиняю, фотографию. Сегодня ермак собирался вроде посетить Конгресс. Очень не вовремя, потому что сегодня Конгресс голосует по законопроекту о временном опять продлении финансирования правительства США. 17-го числа истекает очередной дедлайн, как они говорят, и всё, если не продлить это временное финансирование, американское правительство и государство закрываются. Поэтому не до ермака, я даже представить себе не могу, кто его там примет, ну, если хорошие лоббисты, которых, кстати, ермак оплачивает из государственного бюджета, но которые работают на него, для его лоббирования как в Соединённых Штатах Америки, так и для внутри страны. Причём, что интересно, вот то, что они лоббируют и создают ему за границей, это используется для усиления, улучшения его позиций в Украине. Ну и в заключение так, подведу итог, никаких договорённостей, потому что переговоров никаких не было, с Ермаком я имею в виду конкретно, ждать от этого блиц-визита не стоит, не говоря уже о договорняках, под которыми я понимаю какие-нибудь там закулисные, мрачные договорённости о каких-то там тайных ходах, перестановках в Украине и так далее, то есть этого быть не может. Это ещё раз фотосессия Ермака для того, чтобы показать, что в Америке его не арестовывают, а значит, он не шпион. Значит, я так просто краткую ремарку по этому поводу сделаю. Штирлицу жал руку и неоднократно Борман, но это не значит, это принимал Гилькер, то есть, простите, Гиммлер и Кальтенбрунер, но это никоим образом никак не характеризует, характеризует, что Штирлиц в Германии в это время был чистокромным арийцем действительно и нацистом. Ну, ещё был такой персонаж, как Гюнтер Гийом, который в ходе почти всей политической карьеры Вилли Бранта, который в конце концов стал, я бы сказал, даже выдающимся канцлером западной ФРГ. Так вот, потом как-то оказалось, что он шпион в штазе. То есть, это всё настолько потрясло Германию до основания, что канцлер, канцлер слетел в своей должности. Ну и так, из инсайдеровских источников, это во времена, когда меня обучали шпионскому мастерству, один из разведчиков наших, который работал с вот этой Кембридж-5, потом она ставила Кембридж-6, 7. То есть, короче говоря, из той группы наших разведчиков, которые работали с Кимом Филби и другими членами этой сети, он рассказывал, как они с женой днём собирали грибочки на улицах. Ну, там травка, вот растёт, знаете, там, между направлением, полосами движения туда-сюда. Масса там была грибочков, жена шикарно солила, а вечером с очередного заседания парламента к нему приходили представители лейбористской партии во главе с человеком, который позже стал агентом, его включили. И они садились, и вот я помню, как он рассказывает, рюмку холоднющей водочки, потом туда идёт грибочек, а там маслята вроде бы, и он так вот буквально перекатывается у него во рту, он его глотает, и речь с него струится ручьём. Он там один, другой, третий рассказывает, что произошло сейчас в парламенте по важнейшим вопросам национальной безопасности. Половина этих людей были уже тогда агентами или позже стали агентами. То есть, я к тому, что если жмут руки, это, во-первых, это значит, что те им ещё не доложили, а другое значит, что это может быть, ну, как вот был такой Стропт Элбот, полезный идиот Советского Союза, который был зам госсекретаря Соединённых Штатов при Клинтоне, и тоже один из полезнейших, я так скажу, тоже там со всеми ржал руки. То есть, это ничего не значит. Это ничего не значит. Главное, помните эту историю, когда администрация 30 августа, администрация Байдена, принял решение о передаче от Такомс. Я об этом узнал и доложил вам 9-го числа, 9-го сентября. А Зеленский вместе с Ермаком узнали об этом только 21-го сентября, когда приехали в Вашингтон, и когда уже эти ракеты были. Ну вот, такая вот, господа, ситуация. Вообще, по большому счёту, я вам скажу, что ситуация сейчас действительно критическая. С вопросом о помощи Украине, с этим проклятым пакетом помощи. Нужно предпринимать действительно чрезвычайные, кардинальные меры, причём масштабные меры. Вся проблема в том, что, ну, республиканцы саботируют. Они ищут предлог. Они задают вопрос. Белый дом отвечает на этот вопрос. Они опять, опять, опять его задают, там, по 10 раз. И тут один из сенаторов, Рен Пол, недавно сказал, говорит, вы понимаете, в чём проблема? Ко мне приходят каждый день люди, избиратели, и говорят, ну, понимаете, у нас вот там проблема, сям проблема. Каждый день через границу переваливают десятки, может быть, более 10 тысяч человек. Это ложится бременем на наш кошелёк, на нашу безопасность. И тут какая-то Украина где-то. То есть, вы понимаете, для жителя Колорадо, штата Колорадо, Украина это где-то близко к какой-то галактике. Я вам примеру, допустим, в Украине. Все ли знают в Украине, что тут чуть ли не полгаваев, штат Соединённых Штатов. Сгорел, там страшная катастрофа была, и кто об этом слышал, так в мире, по большому счёту? Никто. То есть, каждый кулик сидит на своём болоте. Поэтому, что нужно? Нужно доносить до него, доносить, чтобы он видел этот ужас. Вот Израиль. Кругом, шум, гам уже, Израиль показывает, какие ужасы были совершены террористами Хамас. И то, и то. Многие, значит, исламисты в Западной Европе не верят и всё. Но Израиль упорно работает над этим. И вот буквально, по-моему, приближающийся уикенд, то есть на днях где-то, должна состояться крупная, массовая, численностью десятки тысяч человек, демонстрацию в поддержку Израиля здесь, в Вашингтоне. Вот а где такие мероприятия со стороны Украины? Ну, нету их, понимаете? Поэтому вместо этого вот эта дурацкая поездка Ермака. Я думаю, вот откровенно, в этой ситуации две вещи, которые приходят на ум. Ну, конечно, можно сделать на те деньги, которые спёрли за 20 месяцев войны, можно чудеса творить в плане, в плане, ну, я назову это пропагандистской или пиар-компании. Первую компанию, я считаю, есть, по сравнению с Ермаком, у меня есть гораздо более серьёзная фигура в Украине. Это Елена Зеленская. Её нужно отправить сюда, в Соединённые Штаты, и чтобы она с первой леди Соединённых Штатов, муж которой, поставил, то есть, сделал ставку на победу в Украине, чтобы они организовали крупную пиар-акцию в Соединённых Штатах, которая была бы показана по всем каналам телевидения, которой бы все говорили, где нужно было бы показать зверства этих подонков кремлёвских на территории Украины. Не надо ничего искать, всё под рукой. Потом, есть же там друзья Украины среди выдающихся, известнейших актёров, актёров Голливуда, вот которых тоже нужно, Шон Пен, других. То есть, срочно нужна массовая, массовая акция, чтобы эти люди в штате Гайо-Колорадо, чтобы до них допёрло, что то, что происходит в Украине, это ударит по их же кошельку, если это дело так запустить. И вроде бы, вроде бы у власти, мы всегда говорили, на банковой сейчас, еллорёчники и пиарщики. Нет масштаба. Но наймите, наконец-то, почему крупные лоббистские фирмы на Западном Америке, другая в Европе, работают лично на Ермака, а не на Украину. То есть, пришло время включать, включать аварийные скорости и идти вперёд. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить первую часть сегодняшнего выпуска. Материала очень много, поэтому надолго я с вами не прощаюсь. Во второй части мы поговорим о опросе общественного мнения в Соединённых Штатах Америки, который, наконец-то, впервые за многие последние месяцы, благоприятен для Украины и для оказания ей помощи. Мы также поговорим с вами, обсудим, вернее, инсайдеровскую информацию о перспективах президентских выборов в Соединённых Штатах Америки. Я взял из нескольких источников. Материал очень интересный. Картина сложная, но мы их можем выиграть. Под мы я имею в виду сторонников сил добра. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...